Дмитрий, здравствуйте. Идет третий месяц войны в Украине. Конца и краю пока не видать. Что вы сейчас чувствуете? Есть ли усталость или уже раздражение от фронтовых сводок? Усталости нет, есть ненависть. Ненависть к фашистской стране России, к лидеру ее, главному фашисту Путину, к этому сброду поганому, который приехал к нам на ржавых танках. Ненависть, которая больше усталости, других ощущений. Ненависть. Война это потрясение для всех и каждого из нас. Она меняет людей. Что вы в себе открыли нового в этой экстремальной и трагической ситуации? Мумин, я не открыл в себе ничего нового. Мне приходилось проходить через много испытаний и потрясений в жизни. Я видел разное в разные годы. Мне знакомы трудности. Мне знакомо отсутствие еды. Тепла, комфорта. Ничего нового для себя я не увидел. В некоторых городах Украины прощаются с русскими классиками. В Мукачево и Ужгороде демонтировали памятники Пушкина. Как к этому относиться здесь и сейчас? Вы знаете, Пушкин не мой поэт. Я признаю, что он гений. Но он никак не связан со мной. Я никак не связан с ним. Я считаю вообще, что все, что идет на разъединение общества, надо отложить до лучших времен. Классики отношения к Пушкину. Да какой Пушкин, когда тут Путин со своей кодлой наступает? При чем тут Пушкин? При чем тут все? О них даже думать не хочется. Думать хочется о том, как мы отразим наступление России, как мы победим и что мы будем делать после победы. А навязывать нам сегодня обществу рассуждения о месте Пушкина или Лермонтова в украинской жизни, это все такая мелочь, которая вообще сегодня мне не интересна. Мне интересен сегодня не Пушкин, а Путин, Шойгу, Герасимов. Банда эта вся. Вот они мне интересны больше, чем Пушкин в миллиард раз. Продолжая эту же тему. У вас рабочий язык больше русский, нежели украинский. Я никогда не слышал, как вы говорите по-украински. Наверное, и думаете по-русски. Как с этим будете жить, если вокруг вас происходят колоссальные изменения, нация постепенно или, скажем, резко переходит на украинский язык? Я всегда делаю то, что не дает мне сфальшивить, не на йоту. Я ненавижу фальши. Я ненавижу коллективных марширований в ногу по одной стороне улицы. Я не очень люблю большинство, которое бывает подчас агрессивно и зло. Мы это видим на примере России. Языковой вопрос тоже не относится к сегодня каким-то невидкладным, я так и украинское слово, неотложным. Я с детства говорю по-русски. У меня русскоязычная семья. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Русский язык моего общения. Я с детства люблю украинский язык, блестящий им владею. В детстве побеждал на олимпиадах по украинской литературе и даже писал стихи по-украински. Украинский язык тоже является языком моего общения, когда рядом со мной люди, общающиеся на украинском языке. Я с удовольствием перехожу на украинский и испытываю действительно удовольствие от того, что могу свободно общаться на этом прекрасном языке. Очень сожалею, что не знаю английский язык. Чувствую комплекс неполноценности по этому поводу. Наверное, выучу еще когда-нибудь. Что касается моего языка общения, я точно так же буду продолжать дальше общаться в среде русскоязычной по-русски. Это касается и моей семьи. В среде украиноязычной по-украински. Ну и главное. Язык это всего лишь средство общения. Немецкий язык не принадлежит Гитлеру. Русский язык не принадлежит Путину. Я могу общаться с латышами, благодаря русскому языку, и с эстонцами, и с литовцами, и с таджиками. И еще со многими национальностями я могу общаться благодаря русскому языку. Поэтому русский язык это язык еще межнационального общения. Это язык великой культуры, к которой Путин и его банда не имеют никакого отношения. И когда мне говорят и пишут, что ж ты такой украинский патриота говоришь по-русски, я обычно посылаю в жопу. Очень часто я слышу от разных спикеров, покуда идет горячая фаза войны, что сегодня, здесь и сейчас происходит рождение новой украинской нации. Почему сейчас? Разве до этого не происходил этот процесс, особенно после 2014 года? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Независимость, вы знаете, независимость, она нам, в общем-то, упала с неба. Ее на блюдечке с голубой каемочкой принесли Кравчук, Ельцин и Шушкевич. Покойный, к сожалению, недавно скончался Станислав Станиславович Шушкевич, с которым у меня были очень теплые отношения. И мы не перестрадали за эту свалившуюся с неба независимость. Мы ее не осознали. Знаете, когда не перестрадаешь, не осознаешь. Впервые я почувствовал, что такое независимость в 2004 году, во время оранжевой революции, в которой я активным образом участвовал. Я вдруг ощутил, что это начало прощания с проклятым совком, с этим Советским Союзом, заморившим десятки миллионов лучших людей. Следующей частью прощания с советским прошлым был 2014 год. Но до единой украинской нации было еще далеко. Сегодня надо отдать Путину должное. Своим вероломным нападением на мою страну он создал и зацементировал единую украинскую нацию. У нас больше нет запада, востока, севера, юга. У нас есть Украина и украинцы. Кем бы они ни были, русскими, евреями, татарами, гагаузами, болгарами. Это не имеет никакого значения уже. Это их национальная идентичность. Но мы все украинцы. Мы любим свою страну. Мы гордимся своей страной. У нас больше нет вопросов о том, кто живет на востоке и смотрит в сторону России. Там уже никто не смотрит в сторону России. Потому что со стороны России на русскоязычные города полетели бомбы. И вопросов уже никаких нет. Поэтому сегодня момент окончательного прощания с Советским Союзом и окончательного единства единой украинской нации. На оккупированных России территориях появились коллаборанты. Есть ли у вас разочарование по этому поводу или это допустимый процент предателей и перебежчиков? У меня нет разочарования в том, что является медицинским фактом. Всегда во время любой войны существует определенный процент предателей, полицаев, как я их называю, которые работают на стороне противника. Во время Второй мировой войны, когда немецкие фашисты, нацисты входили в наши города, в тот же Киев, в мой родной и любимый город, В Киеве тоже встречали хлебом с солью и достаточное количество людей и достаточное количество киевлян и жителей Украины участвовали в казнях в Бабе Мьяру. Из песни слов не выкинешь, это правда. Поэтому коллаборанты, предатели, полицаи всегда есть и всегда будут. Я с пониманием к этому отношусь. Единственное, государство Украина должно брать пример с Израиля и каждого из предавших, каждого из вступивших в сговор с преступной кликой Путина находить в любой точке мира и предавать суду. А наиболее злостных уничтожать. Продолжаю тему Израиля. Вас удивил антисемитский выпад министра иностранных дел Сергея Лаврова, который обнаружил в жилах Гитлера еврейскую кровь и заявил, что именно среди евреев встречаются самые ярые антисемиты. Я вспомнил Михаила Михайловича Жванецкого, с которым мы часто встречались. Он когда-то сказал антисемитизм и водка несовместимы. В данном случае я хочу сказать, что в русской великодержавной шовинистической традиции антисемитизм. От него они так и не избавились, поэтому вот этот скрытый за хорошей миной антисемитизм, он в самый неподходящий момент для Лаврова в данном случае, он вылез наружу. Ну, звериное лицо. Они же и расисты, они же и антисемиты, они негодяи вообще, подонки. Они антиукраинцы. Как можно ненавидеть нацию, украинскую нацию, за то, что она хочет свободы, за то, что она хочет быть свободной? Как можно это делать? Поэтому нет, для меня это неудивительно. Они все подонки. Вот эти вот все Лавровы, Шмавровы, подонки. Конченые люди. Их и людьми назвать нельзя. Почему, на ваш взгляд, Путин решил замять эту историю и извинился перед израильским премьер-министром? Путин очень рациональный человек, и он понимает значение и силу мирового еврейства. Вот и все мое объяснение. Он не захотел ссориться с влиятельным еврейским миром, потому что поссориться со странами НАТО – это опасно. А поссориться с еврейским миром смертельно опасно. А почему Израиль выбрал осторожную позицию и открыто не поддержал Киев? Нет ли у вас некого разочарования? Есть. Есть разочарование. Я должен вам сказать со всей своей прямотой, с которой я всегда говорю публично и не публично, я всегда стараюсь не врать. Вы знаете, я еврей, и я очень люблю Израиль. Как государство, которое стало гарантией дальнейшего неистребления евреев только за то, что они являются евреями. И вообще эта чудо-страна вызывает у меня уважение и восхищение. Живущая в таком окружении, грозящим смертью и государству его гражданам, и сумевшая показать всему миру и интеллект, и мощь, и военную мощь, и научную мощь, и человеческий дух и так далее. Я считал, что Израиль, который так сам страдает от агрессии. Израиль, чьи граждане и чьи единоверцы, в количестве шести миллионов, подверглись геноциду во время Второй мировой войны. Израиль, который связан такими тесными узами с Украиной, в котором живет много украинцев, между прочим, и многие выходцы из Украины живут в Израиле, евреи. Израиль должен протянуть руку помощи Украине. Так я считал. Я этой руки, к сожалению, не увидел. Я понимаю такую вещь, как национальные интересы. Я это понимаю. Я понимаю, что Израиль, лидеры Израиля, я не хочу сейчас говорить о народе. Народ, безусловно, сочувствует Украине. Я сейчас говорю о лидерах Израиля. Они отвечают за свое государство, за свою страну. И я понимаю логику их рассуждений. Значит, если мы поддержим Украину, Россия на нас ополчится, а Россия сдерживает Иран, а Иран угрожает нам, а Россия сдерживает Хизбалу и арабские страны. И если мы поддержим Украину, мы сейчас получим на полную катушку от арабского мира. Я понимаю лидеров Израиля, которые так рассуждают. Головой понимаю. Сердцем не принимаю. Дмитрий, изменилось ли у вас отношение к 9 мая? Деды воевали? Мой дедушка на момент начала войны, 22 июня 1941 года, был заместителем мэра города Киева. Это так сейчас получается. Тогда заместитель председателя горысполкома города Киева. И когда советская армия сдала Киев, в Киев вошли немцы, все руководство города торжественно повесили, и дедушку в том числе и немцы, дотошные немцы это фотографировали. У бабушки была еще фотография, и кто-то после войны ее передал, как дедушку ведут на казнь. Для меня 9 мая, 8 мая, 9 мая, это не имеет принципиального значения. Я в детстве всегда, мы отмечали 9 мая, поэтому я говорю 9 мая. Для меня это не день победобесия, как для большинства россиян. Для меня это день скорби, день памяти, день печали безмерной, день беды, потому что десятки миллионов людей, ни в чем не повинных, отдали свои жизни, чтобы спасти мир от коричневой гитлеровской чумы. Поэтому для меня этот день, день тишины, день памяти, когда надо тихонько плакать, смотреть какие-то соответствующие фильмы, не ура победоносные, а более-менее правдивые. Хотя правду о войне не сказал никто. От соседей не убежишь, и все равно придется какие-то отношения выстраивать с Россией. Китайскую стену не построишь. Какими вы их видите после войны? Сложность моего вопроса в том, что мы не знаем, чем закончится эта война. На примере отношений Германии и Израиля, немцев и евреев, можно говорить о том, что, безусловно, соседи, тем более, обречены на нормальные человеческие отношения. Что должно произойти для того, чтобы русские и украинцы стали друзьями? Три условия. Первое. Возврат России всех территорий, оккупированных украинских территорий. Второе. Выплата, полная выплата репараций. Семьям погибших, пострадавших. Всем, кто потерял в этой войне свое имущество. Государству за потерянную инфраструктуру, разбомбленную и так далее. Полностью репарации, включая моральный ущерб. И третье. Покаяние. На государственном, на человеческом уровне. Покаяние, покаяние и еще раз покаяние. Просить прощения и каяться. Каяться и просить прощения. Без остановки. За то, что они наделали в нашей стране. Которая не представляла никакой опасности для России. Вот при соблюдении этих трех условий, я уверен, что мир и нормальные добрососедские отношения между Украиной и новой Россией, я подчеркну, новой Россией, возможны. Вы сделали сотни интервью с известными российскими персонами. Звезды кино, политики, общественные деятели и так далее. У вас своя отличная от многих манера общения. Вы нередко поете дифирамбы собеседнику. Делайте это искренне, как мне кажется. Кто из тех, кого вы купали в дифирамбах, вас разочаровал после 24 февраля? Я настолько у грандиозных людей брал интервью. Я никогда не разменивался по пустякам. Это были настолько грандиозные люди, ставшие символами времени, эпохи. Что говорить им, что они великие в глаза, для меня было приятно. Я тому же мы вспомнили Михаила Михайловича Жванецкого. Я ему часто говорю, Михаил Михайлович, вы гений. Он говорит, повтори еще раз, мне приятно. Я вообще считаю, что человеку в глаза при жизни нужно говорить то теплое, что ты испытываешь по отношению к нему. Я не хочу ни о чем жалеть, потому что то, что я говорил, я чувствовал. Я отвечаю за каждое свое слово. Жалею ли я, ответил. Теперь разочаровали. Подавляющее большинство россиян, великих, выдающихся россиян, у которых я брал интервью, и которые казались мне грандиозными личностями, меня разочаровали. Я не хочу их ни видеть, ни слышать, ни знать о них ничего. Они оказались маленькими личностями, даже личностями их нельзя назвать. Они оказались маленькими, ничтожными, скукоженными, трусливыми, в результате подлыми людьми. Я не хочу их знать, не хочу слышать и видеть. То, что было у меня в отношениях с ними до 24 февраля 2022 года, оно осталось, но никуда не денется. Это часть моей жизни, моей биографии, моей истории. Все остальное. До свидания. Наверное, это и есть возврат к одному из первых моих вопросов, когда я спросил, что нового в себе открыли. А точнее, не совсем разобрались в тех людях, которых ранее награждали эпитетами и дифферантами. Мой любимый друг Вахтан Константинович Кикабидзе, после событий 8 августа 2008 года в Грузии, когда Россия напала на Грузию, он отказался, кстати, ездить в Россию, и больше никогда там не был. Никогда. Мужчина. С большой буквы. Так вот, Вахтан Константинович спел тогда песню с такими словами, обращенную к своим бывшим друзьям. Вы меня не предали, разочаровали. Завершая беседу, хотел бы вернуться к теме отношений Москвы и Киева. Вспомнил комментарий Алексея Арестовича, который, говоря о России, бросил фразу, что его вполне устраивает, что страну возглавляет Путин, который, по его мнению, грубит и уничтожает. И он не хотел бы видеть в Кремле такого человека, как Навальный, умного и сильного игрока, который рано или поздно снова начнет строить империю, и эта империя опять начнет представлять угрозу для Украины. На ваш взгляд, какой лидер должен возглавить Россию? Кто должен возглавить Россию, решать россиянам. Я отдаю им это право. И прошу россиян не рассказывать нам, кто должен возглавлять Украину. Это наше право определять, кто должен ее возглавлять. Что касается Алексея Навального, у меня сложное отношение к этой личности. Я объясню вам, почему. В прошлом заядлый русский националист и шовинист, человек, который не хотел сказать, что Крым – это Украина, такой русак конкретный, такой твердолобы в моем понимании. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек, который, будучи отравленным путинским режимом, насмерть чудом выжил, вылечился за границей, и вместо того, чтобы там спокойно остаться и жить в свое удовольствие, вернулся в Россию в тюрьму, пошел на верную гибель. Но он для меня является героем. Это герой. Поэтому я не знаю, какую трансформацию претерпели его взгляды, и претерпели ли они ее вообще, я не знаю. Но это героический, абсолютно героический человек. Я восхищаюсь его поступком. Я бы так не смог сделать, я сразу вам говорю. А он смог. А что будет дальше, кто же знает. Думаю, что после всего, что произошло, даже если Навальный выйдет из тюрьмы, не будет Путина, и он станет президентом России, он не сможет строить имперскую политику России так, как, может быть, представлял ее до того. Это уже будет другой Навальный, и, безусловно, будет другая Россия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.